В бесценной коллекции Музея Белорусского Полесья значится более 40 произведений русской и европейской живописи. Здесь есть такие знаковые имена для всего мирового искусства, как Айвазовский, Шишкин, Воснецов, Перов. В экспозиции собраны оригинальные, малоизвестные, не растиражированные их полотна. Один из шедевров – сад Лаваля Ивана Шишкина, написанный в 90-х годах XIX века. В основе композиции картины – лирическая история о княгине Трубецкой, приехав же попрощаться с родителями и любимыми местами перед отъездом в ссылку за своим мужем. Это был в XIX веке единственный художник, который с таким знанием дела писал природу. Его современники называли человеком-школой, лесным богатырем, царем леса. Но это действительно был художник, который с таким знанием, с научным подходом подходил к написанию природы. Он создал целый ряд картин, в которых природа была отражена во всем своем своеобразии. И, конечно же, у всех на слуху его самое известное произведение – «Утро в сосновом бару», «Корабельная роща». В экспозиции музея есть и произведение родоначальника критического реализма в русской живописи – Василия Перова. Художник в своих картинах вскрывал все пороки – язвы русского общества того времени. Его героями были люди из народа. Василий Григорьевич Перов искал очень интересных людей, сильные народные типажи. Часто в таких поисках он проводил очень много времени. Потом эти портреты он вставлял в свои самые известные произведения. Здесь у нас вот такой мужской портрет, мужчина с ружьем, такой русский типаж. Есть у него еще Фомушка-Сыч, тоже такой вот известный типаж. Ну и, конечно же, художнику удавалось передать очень реалистично вот такого сильного русского, образ сильного русского человека. Кроме полотен русских художников, в коллекции несколько работ европейских мастеров. Почетное место занимает портрет Кристины Радивилл, написанный Джузеппе Гроссе в 18-м столетии, в лучших традициях классицизма. Кстати, эту картину хотели забрать в коллекцию портретов Радивилл в Несвеже. Однако историки доказали, что Кристина принадлежала к полеской ветви Радивиллов и полотно осталось в Пинске. Кристина в белом платье, вот на фоне пейзажа, чтобы раскрыть романтический образ девушки, Джузеппе Гроссе вводит в портрет предметы натюрморта. Ну и, конечно же, художник, несмотря на какие-то там рамки заказного портрета, ему удается передать свое отношение к портретируемой. И он передает полуулыбку, такое лукавое лицо Кристины Радивилл. Возможно, общались они, о чем-то разговаривали во время позирования. Коллекция живописи в музее Белорусского Полесья поистине бесценна. Каждый ее шедевр уникален. И в этом можно убедиться, посетив экспозицию, где сотрудники музея поближе познакомят с творчеством художников и историей каждой картины.